Аквариум для щуки бесшумным подлодкам заказали цифровой полигон 26 декабря 2018 года известие Аквариум для щуки бесшумным подлодкам заказали цифровой полигон ВМС РФ Источник изображения ТАСС, Лев Федосеев экипажи субмарин проекта 971М Получит тренировочный комплекс за 100 миллионов рублей Экипажи подводных лодок проекта 971М Суперщука будут проходить подготовку на виртуальном электронном тренажере Субмарины этой серии своей бесшумностью и маневренностью Много лет создавали массу проблем командованию ВМС США Сейчас они проходят модернизацию На выходе флот получит принципиально новые подлодки, не имеющие аналогов Их системы управления настолько отличаются от прежних Что для субмарин не подходят тренажеры, которые есть сейчас у военных Новый тренажер, имитирующий работу всех систем субмарин проекта 971М Появится в учебном центре ВМФ ИИМ Ильга Осипенко в Абнинске, сообщили известием в Минобороны В этом центре проходит подготовку плавсостав подводного флота России Там воссозданы приборные панели, системы управления и связи субмарин всех типов Однако для лодок проекта 971М учебные места придется создавать практически с нуля Стоимость работ составит порядка 100 миллионов рублей 971М это модернизированная версия лодок 971 проекта «Щука», которые производились с 1985 по 2001 год На протяжении последних десятилетий «Щука» была основным классом многоцелевых подлодок Их главная задача уничтожение вражеских кораблей Лодку очень трудно обнаружить В американской прессе неоднократно поднимался скандал Когда ВМС США случайно выявлял российскую субмарину прямо у побережья страны При этом сопровождать российский корабль у американцев не получалось И он быстро уходил от преследования Достичь такого низкого уровня шумности разработчикам удалось Благодаря применению технологии двухкаскадной амортизации Все механизмы находятся на амортизированных фундаментах Блоки и агрегаты отделены от корпуса лодки специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой Модернизацию на заводе «Звездочка» в Северодвинске сейчас проходит 4 корабля К-328 «Леопард», К-461 «Волк», К-391 «Братский» и К-295 «Самара» Их систему вооружения переоборудуют под новейшие российские крылатые ракеты «Калибр» Специально модернизированные для запуска из-под воды Корабли оснастят современным радиоэлектронным комплексом Системой навигации и усовершенствованной гидроакустической станцией Одно из главных изменений электронная система управления Благодаря которой щуки практически сравняются по боевым возможностям с субмаринами проекта 885 «Ясень» Самыми современными кораблями, которые сейчас поступают на флот Приспособить под эту систему тренажеры, которыми сейчас располагает учебный центр Попросту невозможно, настолько она отличается Поэтому военные будут с нуля создавать виртуальный электронный тренажер Электронные системы лодок 971 проекта будут заменены на самые современные Рассказал известием главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов Некоторые элементы сейчас уже просто не производятся Кроме того, такие лодки впервые получат возможность пускать ракеты «Калибр» Это тоже требует установки принципиально нового оборудования, которое предстоит освоить экипажам Симуляторы для подготовки экипажей должны строиться параллельно с вводом в строй новых типов лодок Отметил контр-адмирал, герой России Всеволод Хмыров Опыт гибели подводных лодок и тяжелых аварий подсказывает, что такие ситуации происходили при недостатке навыков управления сложной техникой А сложной является практически любая аппаратура подводных лодок, отметил Всеволод Хмыров Многоцелевая Apple проекта 971 была разработана в Петербургском бюро «Малахит» Корабль может погружаться на глубину 600 метров, имеет скорость хода 35 узлов, около 70 км в час и автономность плавания более 100 суток Обслуживает подлодку экипаж 600 человек Головная Apple проекта 971 была построена в 1985 году Для экипажа «Щуки» предусмотрена комната отдыха, маленькая сауна с бассейном, тренажерный зал и жилые кубрики на 4 человека Роман Критсул, Александр Круглов 25 декабря 2018 года Права на данный материал принадлежат известиям Материал размещен правообладателям в открытом доступе Редактор субтитров А.Семкин